Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Викторовна Одинцова и по совместительству организатор эстафеты «Салют Победы». Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, Мария. С возвращением вас из города Героя Новороссийск. Татьяна Викторовна, поездка была насыщенной, очень интересной, продуктивной. Мы все буквально с замиранием дыхания смотрели соцсети, вы выкладывали все просто в режиме реального времени. Очень интересно, поделитесь впечатлениями, как все прошло и почему был выбран именно этот город, потому что я напомню, что это пятый этап эстафеты «Салют Победы». Но за четыре года ни разу не было морской темы, поэтому решили на пять лет, на юбилейный вот такой проект в этом году выбрать морскую тему. И выбрали Черное море, выбрали город-герой Новороссийск. Полгода уже работаем с этой темой, изучаем все подробности героических подвигов наших защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Ну и здесь сыграла роль, конечно, договоренность между нашим главой Андреем Робертовичем Ивановым и мэром города Новороссийска Игорем Алексеевичем Диченко. И вот так радушно нас принимал город Новороссийск. Я знаю, что были даже подписаны соглашения о совместном сотрудничестве. Расскажите более подробно, как теперь будут два города дальше вместе действовать. Ну, руководству города очень понравилась идея, что мы так досконально изучаем город Новороссийск. И поэтому они решили нас пригласить для совместной деятельности и участия в нашем проекте «Салют Победы». Ну и вот так, между прочим, решили, что на следующий год, вероятно, это будет город Севастополь. Потому что им понравилась наша задумка. И говорят, поедем, наверное, вместе в Севастополь. И они попросили, чтобы мы организовали вот такой мастер-класс на территории города Новороссийска. То есть, получается, эстафета «Салют Победы», она уже, в принципе, давно, конечно, вышла далеко за рамки Одинцовского муниципалитета, но сейчас уже и просто другие круга готовы присоединиться, другие города, районы, области к вам и вместе с вами дальше уже шагать. Да, сегодня опять к нам новые товарищи присоединились. Это город Искра. Вот молодежная пара. Они выпускники Института российских железных дорог, выпускники с отличием. Они решили с нами тоже пройти этот путь. То есть, делегированы были в город Герой Новороссийск. И, конечно, молодежи это очень нравится. Они ощущали себя в нашей команде, как будто уже с первого этапа. Татьяна Викторовна, но все-таки для жителей Новороссийска это было впервые такое событие, и так много внимания совершенно незнакомых людей, к их историческому наследию. Они были удивлены, почему мы выбрали, во-первых, этот город Новороссийск. У себя вот в Одинцовском районе мы выбрали город Новороссийск. Мы им рассказали много интересного, что мы узнали о городе. Конечно, для них это было неожиданно. И они нам представляли ту площадку, которую мы захотели. Вот мы, например, захотели выступить с большим концертом, с нашим театром, народным театром «Крылья» Ольги Кобецкой в клубе моряков, прямо на набережной. Нам предоставили очень замечательную площадку, хорошую аппаратуру, пригласили ветеранов. И самое главное, пригласили некоторые воинские части представителей. Были курсанты, офицеры, были военнослужащие. И вот целый зал, порядка где-то 600 человек, полностью даже люди стояли между рядов, все хотели посмотреть на наш концерт. Какие отзывы были после концерта? Отзывы. Были слезы у людей. Они подходили, нас обнимали и целовали. Говорят, мы давно не видели такого концерта вот с такой тематикой с морской, которую в течение часа показал наш народный театр «Крылья». Вот. Ну, потрясающая была площадка. Это крейсер «Кутузов». Михаил Кутузов. Это историческая... Я даже помню эти фотографии. По-моему, накрапывал дождь, да? Да. Погода была такая очень переменчивая, но не омрачила ни на секундочку. Они никогда не разрешали там проводить какие-то мероприятия, руководство города, вот на этом крейсере. То есть вот снова выпили? Крейсер, который никогда не участвовал в военных действиях. Он был создан в 1958 году после войны. Но это такая мощь, которой боялись все наши противники. И он стоял постоянно на берегу Черного моря в порту города Новороссийска. Очень красивый крейсер. И нам разрешили провести там митинг в честь памяти наших героев города Новороссийска. И мы там провели красивый митинг. Татьяна Викторовна, в этот раз делегация составила 120 человек. Кто в нее вошел? Кто отправился вместе с вами в это уникальное путешествие? Ну, обычно это едут ветераны, ветеранские организации. Конечно, сейчас очень обидно, что мы не можем участника Великой Отечественной войны, самому молодому 92-93. Но едут члены Координационного совета, руководства всех ветеранских организаций. Конечно, мы тоже все проходим медицинское обследование. И наши все люди пожилого возраста, потому что дорога дальняя. Мы 30 часов ехали туда, 30 обратно на поезде. Поэтому в основном вошли это люди, которые заслужены. Они были приглашены главой района Андрея Робертовича Ивановым. Вошел весь театр «Крылья», творческий состав, с молодым участником, которому было 7 лет. Он солист этого театра. Конечно, вошли руководители детских садов и школ Одинцовского округа. Приятно, что от города Звенигорода была представительница, очень хорошая такая, руководители тоже ветеранского движения города Звенигорода. Врачи были. Потом у нас был батюшка, отец Никита. И очень интересная была делегация. Но самое интересное – это то, что мы приехали на Казанский вокзал, и все были в морской форме. Ну, я знаю, что участники эстафеты готовились заранее к этому событию. Все сшили костюмы. Но это тоже было как-то… подана была эта идея. Вы знаете, когда мы приехали в Новороссийск, все у нас спрашивали, а где вы, кто вам костюмы выдавал? Мы говорим, мы покупали в интернет-магазине все, и не один костюм. У кого-то была белая блузка, да, с воротником, с морским. У кого-то были тельняшки. У кого-то, как у Надежды, у нашей Борисовны, был белый китель. Вы понимаете, все люди уже готовятся сами. Они хотят произвести впечатление в первую очередь для себя, тем самым дань уважения к нашим героям Великой Отечественной войны. И это же память на всю жизнь. Если человек вот так поехал в поездку в форме военной. Прошел этот путь. Прошел этот путь. И вот, кстати, интересную идею нам подал Андрей Робертович. И говорит, а вы вот можете на шествие бессмертного полка одевать вот эту свою форму военную? Куда вы ее одеваете? Вот бессмертный полк, давайте тоже. У вас такая большая армия. Каждый раз мы более ста человек выезжаем. И каждый раз мы сами приобретаем и шьем эту форму. Одевайте ее на бессмертный полк. Это же будет красиво. Эта форма как раз тех годов, 41-го, 45-го. И мы, в принципе, уцепились за эту идею. На следующий год мы все выйдем в шествие бессмертного полка вот в этой военной форме. Конечно, это было неожиданно для города Новороссийска. К нам подходили все жители города. Все фотографировались. Это было неожиданно на Казанском вокзале, когда нас провожал начальник станции и начальник вокзала. Вообще это был фурор. Какой же, говорит, фильм снимают? А мы говорим, фильм у нас один. Это проект главы района Андрея Робертовича Иванова «Салют Победы». Безусловно, в каждом регионе есть свои особенности, есть свой спектр мероприятий. Но вот встреча с мэром Новороссийска как раз свидетельствовала о том, что эта акция наша вызвала у него живой интерес. И он тут же на месте своим заместителям поставил задачу продумать и организовать что-то подобное, которое можно было бы использовать в дополнение к Новороссийской земле. Ну и, безусловно, вот этот опыт, который будет освещен, показан, он им заинтересуется, мне кажется, во многих. Не только в муниципальных образованиях, но и в областных центрах, где используется активно сейчас военно-патриотическая составляющая в воспитании молодежи. Я, на самом деле, уже не первый раз еду. Я до этого посещал три этапа. Вместе с Новороссийском получилось три. Я первый раз попал в Санкт-Петербург. Я, на самом деле, до всех этих поездок не осознавал масштаб Великой Отечественной войны по всей нашей стране. Я не понимал, насколько было удручающее положение дел, потому что уроки истории все-таки довольно сухой предмет истории. Нельзя передать все чувства и все беды наших великих воинов. Но посетив три города-героя, мне, знаете, пришло какое-то осознание. То есть для моего поколения очень, мне кажется, очень нужно донести то, что мы бы не родились просто без этих людей, без этих великих героев просто, которые своей жертвенностью добились того, что мы сейчас с вами тут стоим и разговариваем. Когда родилась эта идея создать такую эстафету в Салют Победы, которая бы объединила всех, от мала до велика, все ветеранские организации, все детские учреждения. И вот вместе в одну точку свела и началась работа. Вот вы ожидали такого эффекта, что действительно сейчас этой эстафетой живут многие? Ведь она на протяжении всего года проходит сначала по поселениям нашего муниципалитета, потом вы отправляетесь в поездку в город-героя. Это колоссальный труд, колоссальная работа. И самое главное, что дети, вот, кстати, мы общались с учениками Голицынской школы номер один, они просто настолько полны впечатлений, говорят, что раньше мы как-то, ну да, Великая Отечественная война, вот, ну, какие-то даты, события, но все это в усеченном виде. А сейчас мы настолько глубоко погрузились в эту тему и настолько по-другому стали смотреть на подвиг наших прадедов. Вот вы ожидали такого эффекта тогда, когда задумалась? Во-первых, было дано задание главой района. Андрей Рыжев дал задание. Вот придумайте такой проект, который коснулся бы от мала до великого. И чтобы это продолжалось надолго. Вот мы думали, думали, очень долго ведь думали. Как это преподнести? Какие-то конкурсы, какие-то мероприятия. Они бывают разовые в апреле, в мае. А как сделать так, чтобы круглый год все это было? И мы избрали форму, предложили вот на комиссию вот такой проект. В комиссии были все главы поселения. И мы предложили вот такой проект. А не взять ли нам 16 наших поселений, и 16 поселений будут передавать эстафету от поселения к поселению о наших ветеранах. А для того, чтобы доблестно участвовать в этой эстафете, надо изучить своих ветеранов. Своей территории. И главное, это девиз, чтобы никого не забыть. Вы понимаете? То есть всех вовлечь. Все должны были вовлечены. А что такое поселение? Детские сады, школы, больницы, предприятия. И когда мы избираем символ, а символ у нас во всех этапах это знамя победы, которое было над Рестагом, мы же проносим его по всем садикам, по всем школам. Приглашаем всех ветеранов. Но их трудно пригласить. Почему? Некоторые лежачие, больные. И вот тут мы идем к каждому. Мы знаем каждого, где находится и проживает на данной территории участник Великой Отечественной войны, инвалид Великой Отечественной войны, вдова этого участника. И мы же разработали вот этот план поздравления и внимания к этому ветерану в течение всего календарного года. Мы ведь начинаем год в январе, в преддверии 1 января, 31 декабря мы поздравляем каждого ветерана, идут дети, школы, садиков, каждую семью. И поздравляет его с Новым годом. Это просто уникальный проект, действительно. И вот мне кажется, его уникальность как раз таки в том, что он объединил всех. Вот просто эта идея, она заразила и влюбила себя всех. Никто не остается в стороне, никто не остается равнодушным. И ведь действительно, мы не только поздравляем и оказываем внимание в канун Дня Победы, а то есть 365 дней в году, 24 часа в суд. То есть эта работа не прекращается ни на минуту. Вы знаете, вот как раз поездки стали прикладываться к этому проекту. Раз. Ветеранские палаты, Верхушковская больница. Это тоже идея главы. А что мы сделали для ветеранов? Где мы их будем лечить? Тоже вот этот проект. Понимаете? И сейчас вот прикладывается к этому проекту уважение к нашим ветеранам, внимание. Вот. И самое-то интересное, что сейчас и дети войны, они с нами в этой категории. Они всегда были обижены, потому что мало внимания уделялось. Вот смотрят, как мы относимся к участникам Великой Отечественной войны в рамках этого проекта. А мы сейчас приобщаем всех ветеранов к данному проекту и проводим всевозможные мероприятия, чтобы ни один ветеран, который проживает на территории Одинцовского уже городского округа, не был забыт. И когда узнали из Венигорода, что вот у нас вот такие вещи происходят, вот такие проекты, они говорят, приезжайте к нам быстрее. И вот сейчас проводится большая организационная работа с ветеранским движением города Звенигорода, чтобы мы делали это все вместе. Татьяна Викторовна, ну, самая главная интрига, куда вы отправитесь в следующем году? Ну, если будет железная дорога построена в город Герой Севастополь, то, конечно, поедем туда. Ну, голосование, сейчас это модно, можно провести голосование, выбрать тот город Герой, куда можно поехать вместе. Жалко ту морскую форму, надо ее еще раз использовать, правильно? Конечно, конечно. Спасибо вам огромное, что нашли время и рассказали о том, как прошла поездка в город Герой Новороссийск. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания. Продолжение следует...